МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА История двухмесячной Инжу Курмангазы буквально всколыхнула весь Казахстан. Девочка умерла после плановой вакцинации. Прививки за и против тема нашей программы. Сегодня и всегда по пятницам мы ищем выход из сложных ситуаций. В эфире программа «Выход есть». Здравствуйте! И сегодня у нас в студии мама, которая два месяца назад потеряла дочь. Встречайте, Гаухар и ее сестра Шолпан. Здравствуйте! Во-первых, примите, пожалуйста, наши самые глубокие искренние соболезнования от меня лично и от всего зала. Я понимаю, что говорить об этом, вспоминать – это очень тяжело. И все-таки какой была ваша дочь? Моя дочь Инжу родилась 7 ноября, совсем здоровая, но немножко плакала. Мы обратились к гидропатологу, хирургу. Они ничего не заметили, хотя при осмотре она сильно плакала, даже посинела она. Два месяца участковый врач хорошо не осмотрела и направила на вакцинацию. Что это была за прививка? Она не объяснила, какая прививка, что, для чего делается. Просто сказала – идите на прививку. Вам поставили ЭЦУ эту вакцину. Что было дальше? Плач такой был, как будто она просила помощи. Помощи, да. Вот такая, наверное, боль у нее. Мы сейчас так думаем, да? Вот, наверное, она просила за помощи. Мы должны были там посидеть 20-40 минут. Они должны были осмотреть ребенка после прививки, правильно, да? А они там, медсестры в процедурном кабинете, даже не предупредили ее. Вы вернулись домой, там что происходило? Поднялась температура. Поднялась температура. Я позвонила, сказала – температура и идет диарея. Она сказала – через каждые 6 часов дать детский парацетамол и бифидумбактерин. А что, даже не пришла, не посмотрела ребенка? И все. Мы ждали 3 дня. Плач не успокаивался. Мы не дождались таки, не дождались врача. То есть врач после этого не пришел. 14 января мы сами обратились к ней в поликлинику. Вот мы не дождались и 14 января мы попали в реанимацию. Мы можем посмотреть на экран и увидеть, каким все-таки ребенком была Энжу. Это ваш первый ребенок? Нет. Третий. Третий ребенок, да? Третий ребенок. Старшие 2 сына. Я так понимаю, это долгожданная девочка, да? Да, долгожданная девочка, да. У меня вопрос. Вот у нас в студии представитель Санэпиднадзора, Нурша Азимбаева. Скажите, прежде чем сделать прививку, какие действия должны предпринять медики? Во-первых, после прививки ребенок должен был посидеть в прививочном, ну, за дверью прививочного кабинета и дожидаться, то есть, реакции у ребенка. Потому что у ребенка после прививки могут быть различные реакции. Да вы понимаете, что маме сказали, что ребенок так и должен себя чувствовать? Наши врачи сказали нам, что с ней все хорошо, но мы, вот она, мать, чувствовала, что с ребенком что-то не то. Врач сказал стоматит. На следующий день я обратилась к участковым, она сказала мне, у нее температура немножко была, но кашля тоже не было, она сказала мне, пневмония. То есть, вот такое количество врачей один за другим не могли поставить ребенку правильный диагноз? Потому что они не смотрели ребенка, не осматривали ребенка, просто халатно, вот, просто на вид вот говорят и все, даже не щупают ребенка. Во-первых, патронажа не было после роддома, да. Если врачи наши с 35-летним стажем делают такие грубейшие ошибки, да, а что мы можем ожидать от наших молодых специалистов? Что написано в свидетельстве о смерти? От чего все-таки умер ребенок? Гемолитика, уриемический синдром. У нас врач поликлиники номер 5 города Астаны. Расшифруйте, пожалуйста, что это? Это синдром, который развивается у детей раннего возраста. Чаще всего причиной его может быть в 90% случаев это диарея, вызванная кишечной инфекцией, энтеропатогенными штаммами. Получается, ребенок умер от простой диареи, вы хотите сказать? От гемолитика, уриемического синдрома, в результате которого развивается острая почечная недостаточность. То есть, прививка могла вызвать как раз-таки вот это кишечное расстройство, от которого умер. То есть, прививка никак не могла вызвать кишечное расстройство. То есть, вы отрицаете, что гибель ребенка напрямую связана с прививкой, правильно? Не связана с прививкой. Не связана с прививкой, хорошо. На студии есть врач-микробиолог Кена Лебек. Вот вы сейчас послушали. Скажите, пожалуйста, могла ли действительно прививка привести к смерти ребенка? Ну, в данном конкретном случае я, конечно, не могу сказать, что произошло, какова последовательность событий. Но дело в том, что, скорее всего, у ребенка были противопоказания для того, чтобы делать вакцинацию. Была ли возможность, что прививка спровоцировала вот такой исход, к сожалению, трагический для родителей? Да, такая возможность была. А у меня, в свою очередь, есть документ из прокуратуры. Документ мы буквально получили час назад. Итак, в результате прокурорской проверки действительно было выявлено, что в данном случае медики допустили халатность в отношении ребенка, как до вакцинации, поскольку проблемы у ребенка были до прививки. И после вакцинации точно так же медики проявили халатность. Сейчас прокуроры направили запрос в Департамент внутренних дел и в Департамент здравоохранения для того, чтобы в отношении медиков, которые допустили вот такую трагедию, была принята какая-то мера. У нас в студии еще есть депутат Куралай Каракен. Скажите, а вы готовы оказать поддержку вот этой семье и как-то проследить за ходом этого расследования? Я обязательно прослежу за данным случаем и хотела бы сказать, что я сделаю депутатский запрос. Вы готовы поддерживать? Да, поддержу. Скажите, а чего хотите вы? Вот вы как намерены действовать дальше? Сегодня мы прошли на эту передачу, да, мы просто посчитали своим долгом перед каждой матерью, чтобы они не сидели у пустой колыбели со слезами на глазах. Мне просто вот интересно даже как бы сейчас узнать, да, у вас, у нас за всю историю, вот были ли случаи, когда хоть один врач был наказан за то, что нарушил правила вот предварительного осмотра перед вакцинацией? Вообще вот эти правила вакцинации. Очень много случаев в виде административных мер наказания, то есть в виде штрафа. Административных мер это штрафы? Штрафы, да. И вот в данном случае, а почему можно штрафом отделать? Я не говорю, что в данном случае, я говорю о тех нарушениях, которые мы выявляем в ходе проверок вот этих лечебных учреждений. Я думаю, что в этом данном случае штрафом отделаться не получится, поэтому я очень надеюсь, что депутат проследит за этой ситуацией. Наша следующая героиня уверена, что ее сын стал инвалидом, ему поставили детский церебральный паралич после получения прививки БЦЖ. Жанат Райкулова с сыном Каиржаном. Когда вы получили прививку? Он родился 1,9 кг. Здесь мы в Астане родились. Я постоянно у врача была, педиатра. Мы каждые прививки получали. И после каждой прививки, так как говорят, вот должны мы там сидеть. Конечно, меня тоже никто не предупредил, чтобы я там сидела, тоже домой пошла. Он 7-месячный, оказывается, у него тоже как внутричерепное давление. Хотя я у врача постоянно была, она мне... Вот сейчас говорят, что надо сначала обследовать. Никто не обследовал. Хотя она знала, что мой ребенок слабый, недоношенный. Тем более я не знала, что пошли. Когда вам поставили диагноз ДЦП? Это ДЦП поставили год. На четвертом месяце у нас судороги пошли. Но судороги просто тянуло его. Но если ребенок родился слабенький и проблемы со здоровьем были, почему вы уверены, что именно прививка спровоцировала детский церебральный паралич? Потому что когда в год нам уже сказали получать прививки, я пошла, мне другая, там уже наша педиатра уже вывелась, там другая сидела. Она мне сказала, когда судороги, нельзя прививки получать. И вот я до 3-х лет не получала. После 2,5 лет он начал уже понемножку развиваться. Он начал считать, он стишки рассказывал вообще. А в 3 года обратно заставили прививки получать. У ребенка была прогрессия в развитии, было все хорошо. И после прививки резко началось ухудшение, правильно? В какой поликлинике вы обслушаете? Ну, я в 5-й. Вот как раз у нас представитель 5-й поликлиники, Ольга Инякина. Скажите, все действительно так, как рассказывает Жанат? Ребенок, который имеет заболевание, хроническое заболевание, как никто другой, нуждается в защите от других инфекционных заболеваний. Диагноз детский церебральный паралич был выставлен в год. А прививочки, о которых говорит мама, завершаются в 4 месяца. Нам сказали, если вы, говорит, и так часто болеете, не болеете, со всяким этим, вы должны получать прививки. Потому что если, говорит, не получите, ваш организм, говорит, не будет защищать от этого. То есть врачи без должного осмотра на самом деле пытались просто освоить количество этих прививок, так получается? Перед каждой прививкой, после которой наступало ухудшение, вас обследовали? Нас никто не обследовал. Что вы на это скажете? Почему ребенка не обследовали? Тем более такого тяжелого ребенка. Ну, значит, не обследовали. Мама говорит, она ежевартально получает противорецидивное лечение в отделении неврологии. Есть вакцинация, есть к ней показания. И если данный ребенок не был бы привит против, например, туберкулеза, да, учитывая, что ребенок мало двигается, он, как никто другой, подвержен инфицированию. Все понятно, но, знаете, иммунитет у ребенка ослаблен, даже я, не профессионал, понимаю, что ребенка ослаблен в иммунитет. Абсолютно верно. Абсолютно верно. И вот эта прививка, она может вызвать в защите. Можно ли ребенка с ослабленным иммунитетом продолжать прививать от других каких-то болезней? Врач-микролог Борис Каральник. Обязательно нужно, если нет прямых противопоказаний к этой вакцине, прописанных в инструкции этой вакцины. А чем можно объяснить то, что ребенку с каждой вакцинацией становилось все хуже и хуже? У ребенка, если были действительно вот эти нарушения и раньше, они могли развиваться, независимо от того, получал он эту прививку, получал ли другую или не получал больше никакой. Вот здесь, конечно, я понимаю, доктора защищает ученые. Марат Сарсинбаев, председатель комитета ХАЛАУ. Давайте мы рассудим вообще в чем вопрос. Какова мнение сегодня мира? Мировые ученые как на этот вопрос смотрят? Сегодня те, которые вырабатывающие вот эти, как говорится, вот те же именно лекарственные средства для прививок и так далее, они, конечно, заинтересованы, что она сегодня работала, она действовала. Огромная команда ученых, иммунологов и вирусологов. Как раз таки говорят обратно, именно вот прививки может вызвать аутизм. Как раз таки вот слабоумят и болезни. О чем мы говорим сейчас, это тоже может быть как раз таки причиной этого. Если даже введение прививки, он даже может ослабить сильного у здорового, а слабого убить. Я понимаю, конечно, он защищает свой хлеб, тот свой хлеб защищает. Но давайте мы мировое... Вот я посетил Малайзию, вот здесь народный артист Марат Омаровсеид мы вместе посещали. И там как раз таки мы попали в эту ситуацию, как раз бурно народ бушевал в Юго-Восточной Азии по поводу вот этих прививок. Я хочу сказать, что прививка должна делаться по показаниям, а не массово кому попало. Здоровый, нездоровый, больной, не больной. Вот это как раз таки слабоуми сегодня бить наши вопросы. Утверждение о том, что вакцинация вызывает аутизм, оно никогда ничем не подкреплено. Связи между аутизмом и вакцинацией нет. Дело в том, что предложение не вакцинировать детей забрасывает назад в 18-19 век. Да, слушаем вас. Я вот слушаю, да, вот эту всю дискуссию и, если честно, нахожусь в тихом ужасе. У меня нет детей, да, пока что. Вы кто? Вы просто пришли... Я просто пришел. Кому верить вообще вот? Я пришел, допустим, в больницу, да, с ребенком, с проблемой. Есть огромная масса там инструкций, правил, которые должны выполняться. Это все регулируется, все вроде бы как хорошо, но результат мы вот видим. И тогда какое вообще доверие может быть к нашей медицине, да, вот после таких случаев? Спасибо. У меня вообще не то, чтобы вопрос стоит, делать прививки или не делать. У меня вообще возникает желание спрятать своего ребенка и вообще не показывать врачам его. Я представляю Центр по правам защиты пациентов и медицинских работников. Я призываю сидящих здесь в зале, особенно обращаясь к родителям, вы должны знать свои права, вы должны их защищать, но вы не должны отнимать у ваших детей право быть здоровым. Они имеют на сегодняшний день право быть вакцинированным и здоровым. Скажите, вы гарантируете, что все дети, которых вы отправляете на прививку, они здоровы? То есть массовая вакцинация должна иметь место или нет? За первые полвека после Второй мировой войны, такая статистика есть, от инфекции умерло больше людей, чем за те же 50 лет погибло в мире во всех военных конфликтах. Кому-то это хорошо, у кого-то это вызывает определенные осложнения. И поэтому мамы должны об этом, и родители должны об этом знать. Вот о чем идет речь. Они за и против. Вы будете знать, если все смерти скрывают от нас. В нашем Южном Казахстане оказывается много смерти из-за этой вакцины. Я только что сказала, мы посчитали своим долгом прийти сюда и объяснить всем матерям. Пусть они будут внимательны своим детям. Пусть они потребуют у врачей тщательного осмотра ребенка. Мы не против вакцины, вы нас поймите. Мы не против. Но вакцина должна быть высокого качества, а не дешевые. Сейчас с нами на связь выйдет город Актал. В 2009 году от прививки БЦЖ в больнице попало четверо малышей. Всем этим детям поставили диагноз туберкулез кости. Один из этих детей, пострадавших, Богдан Золотых, его отец Олег Золотых сейчас на связи со студией. Давайте посмотрим на экран. Олег, здравствуйте, вы слышите нас? Какое лечение получил Богдан? В момент прививки мы получали оперативное лечение сначала в Национальном центре проблем туберкулеза, это город Алмата. После них мы были вынуждены обратиться в Санкт-Петербургский институт. Именно в Санкт-Петербурге нам заменили тазобедренный сустав, у него сейчас стоит эндопротез. А вы подавали в суд на врачей? Они понесли наказание? Нет, мы не смогли ничего доказать. Потому что ребенок пострадал, это видят все, но от чего причина возникновения туберкулеза мы так и не смогли доказать. Болезнь точно от прививки? Когда мы приехали в Санкт-Петербург, врач только спросил возраст ребенка. Нам на тот момент было полтора года. Он сразу сказал, ребята, это прививка. Очень опытный врач, хирург, именно кто непосредственно нас там вел, лечил. Что вы намерены предпринимать дальше? Мы подали заявление в прокуратуру, они провели свое собственное расследование. Наказали врача заведующего детской областной больницы, господина Тумашева. За что его наказали, я не знаю. Потому что именно благодаря ему, он нам подсказал, куда именно обратиться. Что ребята, по-моему, у вас туберкулез. Ему, скажем так, мы очень сильно благодарны. И будем ехать опять оперироваться. Потому что здесь нам отказали полностью в ортопедических операциях. А у вас есть еще дети? Да, есть. А вы будете им делать прививки? Мои дети до своего совершеннолетия не будут получать прививок. Спасибо, Олег. Спасибо. Как выясняется, государство у нас не несет никакой ответственности за поствакцинальные реакции. Не предусмотрены никакие выплаты. Но об этом мы продолжим говорить буквально через несколько минут. Реклама на седьмом канале. Напоминаю, что тема нашей программы «Прививки за и против». Мы обсуждаем и ищем выход. Мы снова в эфире «Прививки за и против». Тема нашей сегодняшней программы. В первой части мы обсуждали случаи, когда дети сильно пострадали от прививок. Наша следующая героиня побоялась таких страшных последствий и полностью отказалась от вакцинирования своих сыновей. У нас в студии Айнагуль Нургазина. Айнагуль, расскажите, пожалуйста, откуда такое кардинальное решение? Мы делали добросовестно все прививки до 4 лет. Старшему ребенку, правильно? Старшей девочке, да. До 4 лет она страдала бронхиальной астмой. То есть мы начали болеть с 10 месяцев. Как только я ее отняла от груди, начались страшные приступы астматические вот такие. Потом слизь начала собираться и так далее. И в 4 года у нее уже начала развиваться грудная клетка вот такая, деформироваться. Мы стояли на учете у аллерголога. Хотя… Сколько сейчас лет вашему старшему ребенку? Дочке 12 лет. А когда она последний раз получила прививку? Последнюю прививку? Последнюю прививку вот она получила где-то в 4-4, 4,5. Ну мы за опозданием там вот последнюю получили прививку. Как сейчас она себя чувствует? У нее к 5 годам перестали приступы. В общем, вот такие приступы были у нее. Она съест шоколадку, начинает задыхаться и так далее. То есть аллергия развивалась с бешеной скоростью. Врачи все приезжают с скорой помощи, так, ну мы не можем ничего сделать. Я начала искать другие методы. Искать, анализировать, то есть причину, откуда это все. Потом я говорю, прививку делать пока не будем. Нас запугивали, нам говорили, что это приведет к тому, к сему, к этому. А кто запугивал? Ну естественно педиатр, потому что он говорит, приезжайте на прививку, звоните нам. Я отказываюсь. Я говорю, вы знаете, у меня девочка очень плохо переносит прививку, мы пока воздержимся. Ее можно, говорю, позже сделать, потому что, как бы, ну, я пока, у меня был процесс размышления, да, на тот момент, то есть я наблюдала за своим ребенком, она начала кушать, ходить уже спокойно. Вот. Потом что произошло? Иммунитет начал крепче. То есть вы сами решили для себя, что вам лучше без прививки, правильно? Пока воздержаться, да. Ну вот что вы скажете на это? Вот ребенка перестали вакцинировать, и он стал себя чувствовать хорошо. Может быть, действительно не стоит всех под одну гребенку? Дело в том, что если мы не будем вакцинировать, и у нас охват, извините, будет очень низкий, скажем, как в 10-м году в Таджикистане, около 500 детей заболели за один год, за короткий промежуток времени. Представьте, что такое полимерит. Полимерит – это стопроцентный паралич на всю жизнь. Ни один ребенок, который заболел полимеритом, он никогда не выздоровел. Массовая вакцинация необходима, правильно? Да. Если сегодня мы, как бы, благополучно, вот в вашем случае, ребенок благополучно, как бы, ну, здоровый относительно, в отношении, например, инфекции, он не заражается, это не из-за того, что вы не получили конкретный ребенок. Это вокруг него все привиты, и у нас нет распространения заболеваемости. Хорошо, я поняла. Вы своего следующего ребенка, да, второго ребенка в данном случае? Прививали? Я его прививала до полутора лет, потому что, вот, как бы, ну, еще, знаете, как сомнение, да, вот, ну, вроде бы, коллективное мышление, все такое, да, что вот надо делать прививки, тут врач. И что тут происходит? Ребенку в полтора года, сыну второму, я перестала делать прививки. Просто категорически отказалась. Потому что у него точно такие же симптомы, как у дочки начались. Задыхание, слизь, три часа ночи у нас мы не спим, опять стул, опять рвота. Да, после каждой прививки мы 10 дней у нас вазаре. Я хочу сказать, что вот очень умная и внимательная мама, да, и она от того, насколько взаимосвязь между врачом, доверие между врачом и мамой, от этого зависит успех и вакцинации. Но вы считаете, она правильно поступила? Ни один думающий, вот, должна быть полное взаимопонимание и доверие, да? Почему мама должна быть внимательной, а не врач? И мама, и врач. Многие моменты может донести врачу, только мама. Она говорила о том, что врачи заставляют делать прививку. Вы знаете, мы все взрослые люди, заставить никаким образом нельзя. И я, как педиатр, имею большой стаж, никогда ни один врач не должен, не может и не заставляет. То есть вы считаете, простите, да, если мама чувствует, что ребенку прививки как-то вредят, она может добровольно отказаться, да? Это выбор, сознательный выбор мамы, но он должен быть точно так же обоснован и мнением врача. Но таким образом вы просто признаете, что прививки могут навредить? Они имеют право добровольно, вот о чем. Абсолютно верно, это обязанность каждого врача. В этом случае мама образована, у нее был первый ребенок, она ему уделила достаточно внимания. Видно, у них состоятельные, состоявшиеся люди, значит, у них есть вокруг это. Здесь, я так поняла, третий ребенок. Третий ребенок. Третьему ребенку вы делаете прививки? Третий ребенок, вот я в случае погибшего ребенка, я говорю. А, понимаете. Третий ребенок, да, впереди два ребенка маленьких, у нее нет времени, у нее нет возможности, столько. И потом, два ребенка прошли нормально, прививки, у нее чисто сработал стереотип. Значит, и с третьим будет нормально. Здесь говорит о индивидуальной непереносимости, никто не против вакцинации. Абсолютно верно. Никто здесь не против этого. Абсолютно верно. Говорится о индивидуальной непереносимости каждого. Понимаете, вот о чем идет речь. Приходишь с ребенком маленьким к врачу и говоришь, я не буду его вакцинировать, потому что мой ребенок сейчас, я чувствую, не очень хорошо себя чувствует. Хорошо, вы можете отказаться от прививки, но учтите, что ваш отказ может повлечь определенные последствия, в связи с тем, что вас, секундочку, не возьмут в детский сад, вы не попадете в школу и так далее. А в кубке? Нет, нет. Это была Ольга Чапурина, речка, речка. Предварительно, даже в случае с мамой погибшего ребенка, они говорят, седьмого был праздник, восьмого они пришли туда, невозможно было, чисто психологически. У нее двое детей дома закрыты, чисто психологически. Я абстрактно говорю, значит, она прибегает, значит, восьмого и девятого она уже чисто психологически делает. Ну, простите, мы же не можем сейчас всю вину вешать на родителей. Родители не доктора. Нет, я не про родителей, я про врачей говорю. Тем не менее, в данном случае было, 40 минут ребенку не дали, даже не объяснили маме, что нужно 40 минут посмотреть, понаблюдать за ребенком. В данном случае все доказывает то, что в этом случае виноваты были врачи, и они допустили халатность. А сейчас мы давайте вновь обратим внимание на экран. Наши режиссеры подготовили подборку фотографий. Вот это дети, которые не прививались. Корь, краснуха, свинка, паратит по-научному. Вот такие вот последствия могут ожидать непривитых детей. Вот самое яркое подтверждение свинки. Да, это непривитые дети, которые своевременно не получили вакцину и заболели вот этими болезнями. У нас в студии сейчас бабушка Клара Муканова. Вы не прививали внуков? Внучку не прививали. Внучку не привили. До полтора года. Что произошло? Расскажите. Тоже вот как мамы и папы, все это знаем, были против прививок. В полтора года наша внучка заболела коклюшем. А коклюш у нас распространённое заболевание? Коклюш, к сожалению, да. Коклюш чем опасно? Опасно тем, что при заболевании у ребёнка изнурительный, невозможно изнурительный кашель. Это была ужасная картина, как она задыхалась, кашляла, синела. Вызывали скорую. Сперва сразу диагноз не поставили, что это коклюш. Какой диагноз ставили? То бронхит стали, то пневмонии, то РЗ в таком плане. А потом, в конце концов, когда в инфекцию попали, обследовали. Когда непривитой, можно ребёнка потерять даже. Если он останется живым, то в 76% у ребёнка возникают поражения нервной системы. Каждый из 10 заболевших, если привитые заболевают... Коклюш, Коклюш, тот же Коклюш, да. У моей подруги, да, привитый ребёнок заболел и Коклюшем, и Краснухой. Из 10 заболевших, если привитой, то можно с уверенностью сказать, что 100% они выздоровеют и без всяких последствий. А если это 10 детей непривитых заболели, то у 8, как минимум, получается, возникают поражения нервной системы. Никто не против прививки. Исквенно отсталыми могут быть власти. Вы говорите, заговаривайте обычно. Вы заговариваете опять проблему. Вы заговаривайте. Никто не против прививки. Говорит о некомпетентности врачей, о том, что привитых детей они не могут определить, что непривитых детей они не могут определить. Диагностика – это совершенно другая проблема. В студии один человек, он выступает против массовой вакцинации детей. Его детей привили в школе без его ведома. Случай был такой. В общем, приходит сын, старший говорит, нам сегодня делали прививку. Я говорю, в школе. Я говорю, а чего? Он говорит, врачи сказали, вы все равно не поймете от неизлечимой болезни. Оттрясающе. А вы спросили потом в школе, почему вас не предупредили? Мы не стали разбираться. То есть как бы это было не... Может, наше упущение, наверное, скорее всего. Должен же быть выбор какой-то. Не должны понимать, что проводится исключительно с согласия родителей. А если родители в работе? Вот такие случаи, которые... Случаи, которые, да, бывают. А если бы были какие-то последствия? У нас в стране около 700 прививочных пунктов. И мы во всех, на всех семинарах и обучениях, тренингах говорим всем медицинским... Мы не выделяем кого-то там... Но есть конкретные случаи, что человека не предупредили о том, что его детей будут нацинировать. Когда, да, они каким-то образом не проинформировали родителей. А вы с ними как-то боретесь? Эти люди будут? Но у нас требуется стопроцентное информирование и требование получения согласия родителей на прививку. У нас в студии присутствует адвокат. Бахет, Бахет, вот здесь налицо нарушение прав. Да? Что делать в таких случаях родителям? Куда им обращаться? На мой взгляд, вот все эти ситуации, вот эта печальная ситуация с потерей младенца, ребенок, получивший, как полагают, ДЦП в результате прививки и все прочие вот эти случаи, они возникли в результате ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками. АПЛОДИСМЕНТЫ Приходит ребенок со школы и говорит, я получил прививку, что мне делать? Безусловно, вам необходимо обратиться в медицинское лечебное учреждение с официальной жалобы для того, чтобы была проведена либо внутренний аудит, существует проверка, либо внешний. Какие-то наказания нарушители должны понести? Существует административная ответственность, существует дисциплинарная ответственность. Правильно? То есть если ребенку привили, ребенка привили, и он после этого ничем не заболел, все нормально, то есть как бы пронесло, да? А если ребенок заболел, тогда что? В зависимости от тяжести тех последствий, которые наступили, существует административная и даже существует уголовная ответственность. То есть уголовная ответственность все-таки существует, да? Спасибо, мы вас поняли. Одно короткое добавление, самое короткое. Сегодня редко кто из педиатров помнит, как Коклюш называли старые педиатры еще несколько десятков лет назад. Это называлось первый убийца детей. Сегодня мы забыли об этом благодаря массовым вакцинациям против Коклюша, дифтерии и столбняка. Это одна вакцина, АКДС. У меня вопрос теперь к депутату. Вот в школах огромный поток детей. Прежде чем делать прививку, каждого должны осмотреть, каждого должны проверить. Но при таком огромном потоке детей, может быть, на это просто нет времени? То, что проводится в школе, ни для кого не секрет. Вот папа здесь сидит, он даже не поинтересовался. Ну сделали, сделали. Жарят. Ольген, жарят. Болсон. Трой. Все. У нас менталитет такой. Директор школы не отвечает за это. Там медсестра. Ну что она может? Она все, тысячу детей сейчас у нашей школы, минимум тысячу детей. Она что, всех их может проверить на аллергию, на неприятие, на какие-то другие заболевания? Вот сейчас, возможно, в скором времени появится еще одна обязательная прививка. Она называется Гордосил. И ее предлагают делать в школах детям, достигшим 11-летнего, 12-летнего возраста. Девочкам. То есть девочкам. Это вакцина направлена против вируса папилломы человека, и она как бы защищает девочек от рака шейки матки. Вот скажите, насколько исследована, опробована эта прививка? По этому поводу еще весною мы делали запрос министру здравоохранения по этому поводу. Насколько проведены в нашей стране исследования на штаммы эти именно? Ну да. И где доказано о том, что именно только папиллома человека вызывает рак шейки матки? Господин Кен приехал в Соединенных Штатов. Именно в Соединенных Штатах сегодня развернулась против этого Гордосила, значит, антиреклама. Да, да, да. Антиреклама. Господин Кену Олибеку, если выражает. Я так говорю, потом я знаю, что здесь меня наверняка не поддержат. О всех побочных явлениях должны знать родители, что вызывает, какие вызывают побочные явления именно этот Гордосил. В России сегодня тоже развернута анти, значит, Гордосиловая кампания. И только в двух, в Хантамансийском округе и, по-моему, там в Санкт-Петербургском округе проводится в качестве пилотного проекта. Вакцинация на добровольный начальник. Может быть, мы тоже выступаем здесь таким пилотным проектом, на котором надо провести исследование. Можно я скажу? Да, ваше мнение. Кто-нибудь из здесь сидящих видел женщин, умирающих от рака шейки матки? И поэтому защита молодой девочки, которая не вступила еще в половые отношения, а так как зараженность практически у населения 80-90%, защитить эту девочку от будущего рака шейки матки, мне кажется, это не просто медицинская задача, это задача гуманитарная. А вот скажите, почему в Америке и в России против этой прививки? Объясните только так, чтобы мы популярным языком поняли. Я не могу за Россию говорить, но что в Америке против этой вакцины, это абсолютно неправда. Я не могу принимать голословное утверждение о том, что есть какая-то группа, которая против. Вы хотели возразить, прошу вас. Наука говорит таким образом о том, что эта вакцина защищает. Никто не говорит, что есть симптомы. Вот, Всероссийское родительское собрание, на ссылкой отчета системы сообщений о неблагоприятных эффектах, значит, при управлении контролем пищевых продуктов и лекарств США от 7 марта 2011 года обнаружило 21 474 побочных реакций и 93 случаи возникли после аналогической вакцинации в США, смертельных случаев, 93. Это официальные данные. Значит, эти вакцины, именно потому, что не содержат геномного материала, абсолютно безвредны. Побочные реакции, да. Это научно доказано, да? Это научно доказано многократно. То есть исследования все проведены? Многократно. Есть общие реакции, чаще всего ограничивающиеся повышением температуры. Они, как правило, проходят в первые три дня после прививка. Вы же не будете отрицать, что Управление контроля продуктов и лекарств США официально предупреждает. Женщины, имеющие аллергию на дрожжи и любой компонент вакцины, не должны получать гордосил. Кто у нас будет исследование проводить, если у нас это? Мы не против этой вакцины. Но мы задали конкретный вопрос министру. Пожалуйста, вы уже закупили гордосил. Мы задали конкретный вопрос. Проводилось ли в Казахстане исследование женщин? Какой штамп у нас в основном распространен? Министр нам сказала, что до сих пор ведутся исследования. У нас в онкоинституте. Таковых по Казахстану научных данных до сих пор нет. Если институт онкологии говорит, что такие исследования не проведены, значит их надо провести. Это вот первое, что нужно сделать. А что мы делаем? Не в том, что надо, не надо, а в том, что неопробированную прививку у нас пытаются внедрять. Нет, подождите. Существует две вакцины. Одна европейская, другая американская вакцина. Значит, они показали свою практически стопроцентную эффективность при проведении вакцинации как в Европе и так в Соединенных Штатах. У меня пять детей. Два сына и три девочки. Вы будете их прививать? Однозначно, да. Значит, одной сейчас 11 лет, другой 13 лет. И однозначно привью их. Но вы их будете прививать в Соединенных Штатах, где исследования уже прошли. Понимаете? Мы сейчас говорим о Казахстане. Понимаете? Спасибо большое. Все, на этом мы давайте остановимся. У нас в студии эстрадная певица Толкина Заверова. Давайте ее поприветствуем. Здравствуйте. Вот если бы у вас была дочь, вы бы поставили ей такую прививку? Вас убедили? Вы знаете, я вот сейчас послушала всю эту программу и вот в первой части этой программы посмотрела на этих несчастных матерей, которые по какой-то вот чьей-то ошибке, по халатности врачей теряют свое самое дорогое сокровище своих детей. Это, конечно, ну, я не знаю, с чем это можно сравнить. Я в шоке, что мы в третьем тысячелетии теряем детей из-за каких-то прививок. У меня три сына, и я их всех прививала. Когда меня пригласили на эту программу, я почему-то поняла, что прививки имеются в виду от гриппа, вот то, что сейчас прививают, да, взрослым делают прививки уже в таком осознанном возрасте. Я, например, категорически против этих прививок, потому что, ну, у меня вот есть в кругу моих друзей, знакомых, которые прививали своих уже достаточно взрослых детей, и они заболевали гриппом, и причем в такой очень тяжелой форме. Я, например, не сторонник того, чтобы прививать всех, но я считаю, что наиболее такую уязвимую группу населения, это пожилые люди, это те, которые могут в случае заболевания гриппом получить сердечно-сосудистые патологии, очень маленькие дети, у которых может это развиться, серьезное поражение. Вот уязвимые группы надо защищать. Через минуту мы продолжим, и вы узнаете, как в стране Японии, где один из самых низких показателей детской внезапной смертности подошли к теме вакцинации. Это программа «Выход есть». Не переключайтесь. Вы смотрите программу «Выход есть». Японцы – нация долгожителей. А почему? Этот вопрос я хочу адресовать доктору Юдзи Асо, медицинскому аташе посольства Японии в Казахстане, и доктору Гульбаршин Абеовой. Расскажите, пожалуйста, как в Японии подошли к вопросу вакцинирования? В Японии делаются регулярно вакцины, причем две категории вакцин есть. Это первая категория – обязательные вакцины от наиболее опасных инфекций, и вторая категория – это те вакцины, которые делаются по желанию. А в каком возрасте делают первую вакцину ребенку в Японии? Первая вакцина делается в возрасте, начиная с двух месяцев. Почему именно этот возраст? Потому что с этого возраста наиболее высокая частота заболеваемости детей детскими инфекционными болезнями. Здесь делается прививка первая в два месяца. У нас от гепатита, да, вы говорите, на третий, буквально в первый день. То есть наш ребенок может заразиться, а японский ребенок не может заразиться? Да, возможно, это диктуется. Я не знаю в Японии, какая ситуация по гепатиту В, но у нас очень хорошо распространена инфекция с гепатитом В. Да, тут, конечно, надо учитывать именно эпидемическую ситуацию. В Японии очень низкая заболеваемость по туберкулезу и по гепатиту В. Вы знаете, что до 1998 года у нас в стране вакцинация против гепатита В вообще не проводилась. С 1998 года мы начали вакцинировать как детей и так параллельно взрослых. Я вам могу показать, здесь заболеваемость с 1998 по 2012 год. Даже при том, что мы в 1998, это довольно-таки поздно мы начали вакцинацию по всей стране, и это уже нам в тысячу, более 1200 раз снижается заболеваемость в 1998 год. По сравнению, пораженность населения гепатитом В у нас довольно высокая. Хорошо, спасибо. Вот Япония самая страна с наиболее низким показателем детской смертности. Как вам удалось добиться таких результатов? Почему? Тут несколько факторов играет роль. С ростом экономики улучшилась инфраструктура, то есть водопроводная сеть была налажена. Следующий фактор – это обеспечение доступной медицинской помощью на высоком уровне. А есть какие-то вакцины, от которых в Японии полностью отказались? Дело в том, что в 80-е годы действительно в Японии были аналогичные диспуты. Да, диспуты были. Многие родители боялись вакцинировать детей, потому что было немало случаев побочных явлений в виде анафилактического шока. То есть это сильная аллергическая реакция. Вот это было связано с тем, что в то время вакцины в основном культивировались на желатине, который вызывал анафилактическую реакцию. То есть были отказы родителей от проведения вакцинации у детей. После этого Япония столкнулась с проблемой увеличения заболеваемости корью, краснухой. После отказов. Да, свинки. Поэтому эти вакцины опять были включены в обязательный список. У меня вопрос к самопеднадзору снова. Скажите, пожалуйста, вот есть у нас в стране такие лаборатории, куда я могу, прежде чем моему ребенку вколят эту вакцину, я могу принести и посмотреть ее состав, чтобы мне дали полную раскладку, что это за вакцина. Есть такая лаборатория, у нас есть национальный центр экспертизы лекарственных средств в Алмате, который проводит... Одна на всю страну? Одна лаборатория на всю страну? Да, огромная, это лаборатория, которая... А если, допустим, вот человек находится в Шымкенте, допустим, уже есть? Извините, вот эта вот вакцина, это специфический продукт, его нельзя в любой поликлинике взять и проверить. Ну почему? Да, действительно. Я не знаю, почему. Ну вы как просто ответственное лицо. Нет, каждую вакцину, каждый флакон их поступает, ну каждый флакон каждого вида вакцин невозможно просто проверить в обычной любой лаборатории. Я хочу быть точно убеждена в том, что то, что я вкалываю ребенку, это на 200% проверенный, достойный, хороший препарат, качественный препарат. Если бы это был не проверенный, не качественный, он бы не поступил к нам в поликлинику, эта вакцина. Генетические вакцины, они спасли мир, если так можно сказать. Не будем говорить о генетических вещах, но дело в том, что без вакцин смертность была от 80 до 90% у детей до 5-летнего возраста. В семьях в 19 веке из 10 детей оставалось живых 2-3 ребенка, иногда один ребенок или не одного ребенка. Все, что мы видим сейчас в рост населения, это вакцины. Я вам сразу хочу сказать, если вы хотите добиться катастрофы, катастрофы национального масштаба, запретите вакцинацию. Мы на самом деле не хотим национальной катастрофы, просто ситуация сейчас у нас развивается так, что все больше родителей отказываются прививать своих детей. И на этот шаг их подталкивает именно вот такие вот случаи, о которых мы сегодня с вами говорили. И мне вопрос к вам. Я просто хочу, чтобы вы именно ответили. Вы тоже считаете, что вакцина – это здоровье нации? Да, конечно. А вот скажите, пожалуйста, в Японии за халатность врачей какая ответственность? Могу сказать, что правительство Японии несет полную ответственность за те действия, которые осуществляются под его руководством. Поскольку вакцинация – это правительственная программа, то во всех случаях побочных эффектов, врачебных ошибок и так далее несет ответственность правительство Японии. Можно, мне очень интересно, Майя, можно, да, вопрос такой. Можно ли сделать у нас так в Казахстане, чтобы наши дети от прививок не умирали, не заболевали, да, не калечились? Ну, я не знаю. Чтобы ответственность не знала не поликлиника, а правительство, государство. Например, вы имеете в виду, если государство, то Минздрав, да? Минздрав, то есть вы хотите, чтобы Минздрав сидел в Южном Казахстане? Хорошо, понимаете, Минздрав уже представляет, она государственная, понимаете, поликлиника. Если врачи отвечают за это, это считать, что государство отвечает. Это не один министр или там какой-то врач из министерства. И у меня еще заключающий вопрос, завершающий вопрос к Марату Умарову. Вот выслужив вот это все, что вы можете посоветовать всем родителям и медикам от себя? Я хочу сказать, действительно, как бы мы связаны, как бы обязательства берем как законопослушные, вот то, что говорилось государственно, конечно, мы делаем прививки, но поскольку я сказал, что врачи должны быть в профессиональном отношении, в любом случае ребенку, и, естественно, ответственность за родителей, то, что я сказал. Так же, вот как Япония говорит, что в государственном уровне, почему бы у нас не сделать такое же, вот, Япония, почему долгожители? Потому что они все, каждому ребенку дают внимание, вот даже в поликлинику приходишь, даже вот с такой гордостью смотрит, надо что-то дать, понимаете? Когда только ты заходишь и ребенка лечишь, у нас такое, вот, вообще не знаю. Ваша точка зрения ясна. Вы все-таки за то, чтобы наказание было более жестким, да? Да, все, рациональное отношение у нас. Спасибо большое. Ну, а теперь все-таки мы должны найти выход из сложившейся ситуации. Давайте ваше мнение, коротко, в двух словах. Здесь вопрос ставится о ответственности каждого, и врачей, и родителей. И самое главное, что мы требуем, это информированности, что потому что каждый организм, это индивидуально. Вот есть же такая поговорка, что русскому хорошо, то немцу смерть. Точно так же, может быть, кому-то это хорошо, а кому-то это смерть. Профессионализм врачей и ответственность родителей, да? Пожалуйста, вам слово. Можно, повысив общую ответственность и органов здравоохранения, и конкретных врачей, участвующих в этой прививочной работе по обязательной, нужной иммуноположной акции. А уже сточить наказание нужно за проявленную халатность? Думаю, да, но только в доказанных случаях, а не в тех, как сейчас звучит. Я бы хотела услышать еще шоупан. Мы уделяли время каждому ребенку, и мы будем уделять время. Хоть он десятый, хоть он пятнадцатый ребенок в семье. Спасибо. Мы желаем, чтобы в нашем Казахстане все матери были счастливы со своими детьми. И в заключении, слово господину Кино Алибеку. Понимаете, дело в том, что я не считаю, что выход мы можем найти в этой студии. Вакцинировать надо. Другой разговор о том, что надо повышать ответственность врачей. Но это уже совершенно другая история. Вакцинировать обязательно. И это то, что поможет сохранить, ну, будем говорить так, подрастающее поколение. Спасибо большое. Спасибо всем за то, что сегодня были с нами. После сегодняшней встречи у меня сложилось ощущение, что прививка – это своего рода лотерея. Если сделали и все обошлось, то можно считать, что повезло. Почему так происходит? Возможно, потому, что массовая вакцинация не учитывает индивидуальные особенности организма каждого ребенка. Состояние его иммунитета, наследственный фактор. Так какой же выход есть из сложившейся ситуации? Должна быть соблюдена прозрачность при закупе вакцин. От педиатров мы ждем ответственности и профессионализма. Конечно, все это будет возможно при правильной, вдумчивой политике нашего Министерства здравоохранения. Но родителям хочется сказать – будьте внимательны к своим детям и помните, что за здоровье своих малышей мы в ответе больше, чем кто-либо другой. Всего доброго. Это была программа «Выход есть». Я, Майя Бигбаева, прощаюсь с вами. До свидания. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин